Это телеканал ТОЛК, студия Анастасия Дорогана. В ближайшие полчаса о главных событиях за неделю. И начнем с экономических новостей. Недельная инфляция в стране разогналась до рекордного уровня впервые с 1998 года. С 26 февраля по 4 марта показатель инфляции составила 2,22, а неделей ранее – 0,45. Об этом сообщает Росстат. И за неделю цены на машины из салона выросли на 17% телевизоров, на 15% смартфонов почти на 10%. Подорожали медикаменты. Центробанки приняли меры, которые должны стабилизировать валютный рынок и в целом финансовую систему России. Жители страны, которые открыли валютные счета 9 марта и позже, уже не могут получить наличную валюту. Деньги можно забрать в рублях по рыночному курсу. Для тех, кто успел открыть счет до 9 марта, ввели ограничения. Граждане могут при обращении в банк по вкладам, которые открыты были до 9 марта этого года, могут получить иностранную валюту в размере до 10 тысяч долларов США. Если угрожен несколько счетов в банке, то он также получит не более 10 тысяч долларов США. Вот на протяжении совокупности, на протяжении того периода, в который действует этот мир, а это 6 месяцев. Остальную сумму можно будет забрать в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Жители страны, которые не собираются снимать деньги, могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Стоит отметить, что в банках всего около 10 процентов всех валютных счетов превышает 10 тысяч долларов США. В связи с этим проблемы могут быть у всех. В конце недели губернатор Виктор Артаменко провел рабочую группу по обеспечению экономической устойчивости региона. Поговорить есть о чем. К примеру, судя по докладу министра промышленности Вячеслава Химочки, запасов импортного сырья и ингредиентов на предприятиях края максимум на 2 месяца. И дойти до сокращений не хотелось бы. Как удержать региональную экономику на плаву, расскажем далее. Один за другим министры и руководители управления отчитываются о ситуации и рисках. Росте стоимости материалов и сырья в перспективе возможной нехватки запчастей и новой высокотехнологичной техники. Ожидаемое ограничение поставок импортных запчастей и комплектующих для обеспечения бесперебойной работы оборудования. В основном это производство ЕС и США были. Также ограничение поставок импортного сырья, ингредиентов, упаковки, необходимых для производства продукции. Хочу отметить, что на сегодняшний день упаковка и другие ингредиенты уже подорожали на 30 процентов от цены февраля месяца. Не исключено, что цены на продукты еще вырастут, отметил Большаков. В связи с этим на федеральном уровне уже предложили снизить риски и субсидировать производителей хлеба. Проблемы испытывают и промышленники. Многие использовали зарубежное сырье и комплектующие. Запасов хватит максимум на три месяца. Если к этому времени каких-то послаблений с контрагентами по поставщикам не будет, вот тогда ситуация будет усугубляться. Тогда, конечно же, будет риск снижения производства и, может быть, вплоть до остановок по каким-то предприятиям. Пока ни одно предприятие региона не остановило свою работу. Впрочем, как и строительная отрасль. Материалы там тоже уже подорожали. Рост стоимости материалов уже пережили в прошлом году, вызванный был спросом. Теперь ситуация обратная. Мы предполагаем, эксперты предполагают, снижение спроса на жилье, связанное с снижением доступности ипотечных кредитов. Соответственно, главная угроза в части жилищного строительства – это выполнение строительными организациями своих обязательств перед участниками долевого строительства. Необходимо сохранять и расширять механизмы льготной ипотеки, уверен министр. Сохранять льготное кредитование для застройщиков и поэтапно раскрывать искров счета. Сейчас большая часть средств с продажи жилья лежит в банках и обесценивается. А вот ремонт и строительство дорог, по словам отраслевого министра, пройдет в плановом режиме, так же, как и посевная. У всех хозяйств есть семена, обновлен парк техники, удобрений и ГСМ достаточно. Малый и средний бизнес обеспокоен, но видит и плюсы. Это прямые возможности для импортозамещения. И поэтому предприниматели – это одна из причин, почему мы не наблюдаем массового выбытия. Сейчас, конечно, многие процессы поставлены на паузу. И это ожидание предпринимателей от тех возможностей, которые будет открывать, в данном случае, им рынок. Федеральные власти уже разработали ряд мер поддержки разных сфер жизни. В регионе тоже определились с приоритетами. В данных условиях нашими приоритетами сохраняется заработная плата. Работникам бюджетной сферы социальные выплаты обеспечены текущих обязательств. Финансовая система «Края» способна обеспечивать все эти и другие текущие задачи. По словам министра экономического развития, в регионе сохранят действующие процентные ставки по займам фонда развития «Края», фонда финансирования предпринимательства. Малый и средний бизнес освободят от уплаты арендных платежей за госимущество. Помогут получить меры господдержки предприятиям, которые выпускают социально значимые товары. Будут помогать привлекать кредитные ресурсы и займы на льготных условиях организациям агропромышленного комплекса, а также малому и среднему предпринимательству. И это еще не все. Сегодня мы с вами пойти извлечь какие-то сверхрезервы не можем. Мы сегодня во многом зависим, Данил Геннадьевич про это сказал, во многом зависим от того, насколько нам помогает в целом бюджетная система страны. Мы должны, конечно, ориентироваться сегодня в первую очередь на те решения, которые на федеральном уровне принимаются, чтобы они здесь были исполнимы и чтобы они здесь давали на месте свой эффект. Это очень важная задача. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Правительственная комиссия страны одобрила проект по национализации имущества компаний, которые уходят с российского рынка. В список попали, например, Volkswagen, Apple, IKEA и Microsoft. Предполагается, что если компания прекратила работу из-за событий на Украине, ей грозит арест счетов и активов, а также ведение внешнего управления. Кроме того, руководство может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере. Однако собственники в течение пяти дней могут отказаться от внешнего управления. Для этого необходимо возобновить деятельность или продать доли при условии сохранения бизнеса и работников. Что думают об этом экономисты и что они думают о перспективах российской экономики и отечественной валюты? Об этом мы поговорили с кандидатом экономических наук, доцентом, советником РАЕН Натальей Кауровой. Так как ситуация у нас каждым днем меняется все больше, начнем мы, наверное, с актуального, правительство заявило о национализации имущества, прекративших в России работу зарубежных компаний. Было ли у нас вообще что-то подобное в современной России? Если так можно визуализировать, да, такая точка, ну, как в иконофизике говорят, такая точка перкаляции, да, то есть когда сложность системы достигает такого критического уровня, за которым она, с одной стороны, вот это состояние перкаляции неуправляемое, и из него, возможно, максимально большое количество исходных событий, да, но при этом оно такое кардинальное, трансформирующее. Поэтому мой ответ скорее нет. То есть такого у нас еще не было. А что это вообще может нам дать? Я считаю, что это хороший стимул для того, чтобы начать инвестировать в собственную экономику, в развитие собственного производства, и, наконец-таки, сказать о том, что в России может быть развито производство полного цикла, что можно с нефтегазовой ориентацией и к активной экономике переориентироваться уже на высокотехнологичное производство. Давайте тогда перейдем к деньгам. Инфляция в России с 26 февраля, вот если брать промежуток по 4 марта, она ускорилась до 2,22%, ну что-то такое. И это получается почти в пять раз больше, чем недели ранее. О чем это говорит, о чем вообще свидетельствует? Свидетельствует о том, что мы находимся в определенном таком инфляционном пике. Вопрос к экономистам, к правительству, были ли мы к нему готовы или нет. Вот сейчас пока однозначного ответа, исходя из информации в СМИ, я не могу предположить, готовы мы к нему или нет. Пике, да, есть, и, скорее всего, мое предположение экспертное, оно будет усиливаться. Многие в связи с этим, когда сравнивают, да, они вспоминают 98-й год, когда был дефолт. Дойдет ли до этого, как вы думаете, и вообще в каком состоянии наша валюта, наш Центробанк сейчас? Вы знаете, я начала с того, что я не хочу страшилки какие-то говорить, что есть кризис, и он неизбежен, да, у меня второе психоаналитическое образование, да, и я понимаю, что очень много людей сейчас попали в эту травму, травму 98-го года, и вот эта воронка их засасывает, и все действительно боятся повторения этой ситуации. Но ментальная память, которая говорит про 98-й год, она, естественно, только раскручивает эту воронку, потому что усиливается паника на финансовых рынках, зачастую она может быть даже бессознательная, поэтому вероятность, естественно, есть, но я не считаю, что это единственный возможный исход событий. Что касается, в каком состоянии наша валюта и Центробанк сейчас? Я считаю, что наша валюта недооценена, и у нее есть объективные предпосылки стать крепкой национальной региональной валютой. Мое личное экспертное мнение, я считаю, что Центробанку давно нужно было задуматься о том, чтобы не только отвечать за денежно-кредитную политику, но и отвечать за рост экономики, и непосредственно понимать свою роль и миссию в развитии реального сектора экономики, от чего уклончиво отходил Центральный банк в своих тезисах, заявлениях и основных направлениях денежно-кредитной политики. Вот сейчас пришло время, чтобы Центральный банк задумался, и, собственно говоря, все мы задумались, какую мы роль, и каждый конкретный человек, и государственные институты, и Центральный банк несут в развитии реального сектора экономики. Сейчас уже в этой точке не ответить на этот вопрос невозможно. Как вы считаете, сейчас какой валюте доверять? Потому что, я думаю, люди, наше население сейчас немножко в панике, всегда считали доллары, евро, теперь ситуация меняется. Какой валюте доверять? Во что, может быть, вкладывать? Есть же у людей, наверное, деньги, все-таки куда инвестировать? В период кризиса основная валюта – это человек. Вкладывать нужно в себя, в свое развитие, инвестировать. Это и в своих, соответственно, близких, потому что это самая надежная, крепкая валюта. Я смотрю, что на горизонте до 23-го у нас есть вот такой большой трансформационный этап, в котором валютная неопределенность и волатильность разных валют, она будет достаточно существенная. И поэтому, если нет специальных каких-то навыков по инвестированию в валюты и опираться на рынке Форекс, здесь, конечно, риски достаточно высоки, и когда вы инвестируете в то или иной финансовый инструмент, вы должны эти риски понимать, принимать, осознавать. Что дальше будет с российской экономикой? Прогноз следующий о том, что мы приходим от этой жесткой глобализации к таким кластерам региональным. В этих региональных кластерах, которые будут образовываться вокруг таких крупных экономик, я считаю, что Россия в потенциале – это лидер, один из таких крупных серьезных кластеров, которые можно делать и, скорее всего, может быть сделано на базе, там, все любят про бывший СССР вспоминать, ЕАЭС. В общем, какой-то кластер вокруг России реально может быть образован, ровно как около китайской экономики может быть образован экономический кластер. И здесь возникает совершенно новая роль у валют лидеров этих кластеров, соответственно, рубль, юань. Я их вижу как хорошие расчетные внутрикластерные валюты, которые, соответственно, могут через валютные пары рубль, юань свободно конвертироваться. И здесь значимость доллара, как мировой резервной валюты, она, конечно, сильно будет переоценена. Практически каждый день мы слышим о разрыве отношений какой-либо компании с российским рынком. Как на той или иной сфере отражаются санкции, мы узнаем сейчас и узнаем после, когда докатится волна последствий. И хотя строить прогнозы – дело неблагодарное, эксперты и участники рынка уже обозначают непростую ситуацию. В заграничных тканях теперь не пощеголять. Казалось бы, самое время носить свое – отечественное. Но производители одежды настроены не так позитивно. И дело даже не в подорожании. Я скажу, что даже у самых топовых брендов в России ткань не местная. К сожалению, мне кажется, местные производители не производят ткань. Вот у нас, например, есть Барнаульский меланжевый комбинат, но там ткань такая идет для спецодежды, либо для постельного белья. То есть нам вообще эта ткань никак не подходит. У нас исчезает белье, колготки, гольф и то, чего вообще для полных женщин никто не производит. И если так говорить, что там что-то шить или что-то связать, можно там для этого. То вот белье, колготки – это не шить, не связать. И это очень большая проблема. В два раза подорожали и швейные машины. Крупные производители и мастера шития договариваются о поставках тканей из Киргизии и Казахстана. Возможно, я вижу перспективы найти клиентов среди тех, кто предпочитал одежду более высокого качества. Потому что люкс тоже ушел с российского рынка. И, возможно, те, кто предпочитал более дорогую одежду, возможно, они обратятся к индивидуальному пошиву. Санкции коснулись и индустрии красоты. Цены на тот же пигмент для перманентного макияжа, говорят мастера, удвоились по сравнению с началом февраля. А среди оставшихся отечественных материалов выбор невелик. Конечно, хотелось бы в той же прогрессии поднять цены на услуги, но вряд ли у меня это получится. И, конечно же, я понимаю наших женщин, красоток, которые хотят оставаться в любые времена всегда красивыми. Я максимально долго буду держать свои цены, не повышать. А небо может стать недоступным. Американский Боинг, европейский аэробус и бразильский Эмбраер больше не поставляет в Россию ни запчасти, ни сами авиалайнеры. Есть, конечно, отечественные суперджеты, но это небольшой самолет на 103 места со скромной дальностью полета. С Москвы до Владивостока без дозаправки не долететь. К тому же некоторые запчасти на суперджет тоже импортные. Двигатели авионика являются французские, то есть производитель корпорации Аэропас. Если не будет поставок данных агрегатов и деталей, то производство самолета, я думаю, что невозможно. Отечественных двигателей на этот самолет в данный момент нет. Федеральные эксперты заявляют, что это удар по российской авиации, но в Барнаульском аэропорте нам ответили, что пока санкции на них не отразились. Все закуплено, все у нас техника в наличии, все исправно, есть договоренности с организациями по ремонту. Все делается на территории России без проблем. А если что-то сломается, насколько я знаю, трапы у нас иностранные? Есть иностранные, есть российские. Но пока не столкнулись ни с какими проблемами. Не можем даже никаких прогнозов делать. И действительно, делать прогнозы пока рано во всех сферах, от красоты до неба. Сколько еще продлятся, это безызвестность и подвешенное состояние, а также сколько времени займет импортозамещение по многим сферам, неизвестно. Анна Рашагирова, День с толком. Кстати, на фоне огромного числа заявлений, число недостоверной информации стремительно растет. Чему верить и откуда людям черпать правдивую информацию, пытались разобраться наши корреспонденты. Когда-то они были специалистами по криптовалюте, затем переквалифицировались вирусологов, теперь стали военными аналитиками. Специалисты эти сферы, говорит, в последние годы знатоков в кавычках становится все больше. Они создают многочисленные аккаунты в соцсетях и собирают аудиторию. Сейчас снова активизировались. Это бессмысленное пережевывание информации, которой нету правды, потому что мы не знаем реальных планов элит, которые прогнозируют вот эту ситуацию и развивают. Если интересно все-таки что-то знать, ограничьте чтение новостей 15 минут в день. Выберите, где вы их читаете, какие-нибудь источники. Ну, я читаю несколько сайтов новостных нашего края, федеральных несколько сайтов. Читайте только текстовые материалы, не без картинок и без видео, потому что вот здесь очень много фейков именно в этом. В Центре управления регионом утверждают, на фоне последних событий фейковой информации стало в разы больше. Десятки в сутки. Здесь уже давно научились распознавать, что правда, а что ложь. Признаки. Эмоциональный окрас определенный, отсутствие ссылок на какое-то, ну, более или менее известное экспертное лицо. То есть, как правило, в таких случаях отсыл там к знакомым, к родственникам знакомого и так далее. Любая резонансная информация, которая вызывает резонанс в обществе, особенно в негативном плане, уже как бы повод задуматься над тем, насколько она правдива, достоверна. А подобные информации сейчас множество. Достоверную, по словам Евгения Нечапуренко, можно черпать из государственных СМИ и их аккаунтов в соцсетях. Если затрудняетесь определить правдивость новости, в помощь телеграм-канал «Война с фейками» и недавно появившийся федеральный ресурс «Объясняем.РФ». Оба набирают популярность у россиян. Кстати, что касается информации об уходе Майкрософт, то из-за этого, по мнению экспертов, переживать не стоит. В России всегда пиратель софт, и не секрет, он будет у многих еще работать пиратский. Но, наверное, будет это замещаться какими-то отечественными аналогами, потому что есть достаточно отечественных информационных систем. Настолько же хорошие эти аналоги? Хороший вопрос, но будем надеяться. Ну и вернемся к обилию информации, от которой у населения уже голова кругом. Эксперты советуют отвлекаться от новостей и заняться своими непосредственными обязанностями. Именно сейчас, по их словам, есть возможность в полной мере проявить себя на рабочем месте, пройти какое-то обучение или вовсе найти новую работу, ведь знающий человек имеет ценность в любые времена. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Закон о тишине есть, а тишины нет. Тысячи барнаульцев сталкиваются с нарушением звуковых границ ежедневно. Еще хуже, когда это происходит по ночам. София Яценко решила разобраться, почему слышимость в многоквартирных домах иногда достигает такого уровня, будто вы сидите с соседями рядом. И что делать, если терпеть больше невозможно. Однако при съемке этого репортажа в одном из жилых домов ей удалось обнаружить не только нарушение закона о тишине, но и другого. Я когда-то ранее катался в целом озере, если он спрыгнул, мне в глаз прям капля попала, вместо залия было, чтобы глаза не было. Этот разговор записал житель одной из барнаульских новостроек. Звук идет из соседней квартиры. И по словам специалистов, недостатки шумоизоляции закладывают еще на этапе строительства. Некачественный материал, нарушение техники заполнения межпанельных швов или, например, неправильная заделка отверстий топительных труб. Вы там ходите на цыпочках, а такое чувство, что люди там бегают на каблуках, как бы там топают, как будто там уже целая отара. С такой шумоизоляцией в новых панельных домах живут многие. Ведь для хорошей тишины важна и толщина перегородок, как межкомнатных, так и межквартирных. Для каждого строительного материала свои нормы толщины. Но в Барнауле все чаще используют материалы, которыми добиться. Тишины невозможно, говорят эксперты. Например, газобетон 600 марки с толщиной около 4 сантиметров. Чтобы обеспечить звукоизоляцию нормальную, нам нужно использовать газобетон марки примерно 400. То есть меньше. Она более пористая, более легкая. И при соблюдении правильной технологии, соответственно, звук, который проходит между квартирами, он там, соответственно, очень хорошо глушится. Строительные материалы, которые сейчас используют при возведении панелек, не способны удерживать уровень звука даже первой строчки этого списка. Это невзирая на то, что работы будут выполнены правильно. Совет экспертов. При покупке квартиры в новостройке проверяйте качество стен, пока действует гарантия от застройщика. Если вы перемирили, стена не соответствует, то обращаемся к застройщику. Опять, если вы участник долевого строительства, если вы по договору купли-продажу, купили квартиру, но здесь уже опять 5 лет, если прошло гарантийный срок, то сами ремонтируйте, сами отстраивайте. Частично исправить ситуацию можно с помощью дополнительной звукоизоляции. Правда, для этого придется пожертвовать сантиметрами пола потолка и стен. На строителей 18, видимо, на такие жертвы пойти не решились. Но и жить, общаясь с соседями, не вставая с дивана, захотели не все. Поэтому многие собственники вышли из положения и сдают квартиру в аренду. В процессе подготовки материала нам сообщили о постоянном шуме в этом доме. У меня соседняя квартира сдается, поэтому часто бывают какие-то шумные вечеринки, все такое. Мы здесь два дня находимся, и вот только соседи в 11 утра стволом подвинут. Ну, там, видимо, панельный такой, легкий. Мы не шумы, я хожу, видите, какой шум-то. Нет, у вас шума нет, просто жители этого дома жалуются, что бывают шумы. Извините, пожалуйста, я вчера только приехал. Командировкой завтра уеду, все. Ага, то есть вы просто на сутки сняли? А подскажите, вы собственник этого жилья или снимаете? Снимаю. А снимаете посуточно или надолго? Посуточно. В курсе, сколько здесь снимают? Много сдают квартир? Да, довольно-таки. Здесь две гостиницы находятся, то есть которые со съемными квартирами. Они на разных этажах находятся, довольно много квартир. Жильцы этого дома говорят, что здесь практически на каждом этаже сдают квартиры посуточно. Однако 16-й этаж и вовсе определили под гостиницу. Итого 14 квартир, которые обслуживают уборщицы, администраторы и другой персонал. И такое количество номеров только на одном этаже. Сколько апартаментов во всем доме – вопрос открытый. Кстати, искать тех, кто обслуживает клиентов в гостиниц, не пришлось. Ответственный персонал сам вышел к нам. Работать-то надо. Вы гурничная, вы просто именно за чистотой самого дома всего следите. Подъезды, лифты? Нет, квартир. Квартиру, у кого работаю я. Здесь, в общем-то, несколько таких людей, у кого квартира. А кем вы здесь работаете? Администратором. Но не в гостинице, нет. То есть под определенной квартирой? Ну, есть там одна квартира, да. А что за компания здесь? Без понятия. Как в компании работаете? Ну, можно без комментариев. Есть просто и есть собственники. И не обязательно, что у них несколько квартир именно в компании. То есть к вам обратились собственники, и вы регулируете какие-то их квартиры? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы здесь работаете? Нет. Ну, как нет, у вас ключи? Ну, как вы ключи, я мужской головы. Нет, скажите, вы здесь в гостинице работаете, да? Чему вы уходите от ответа? Нет, нет, нет. Скажите, на каком этаже вы работаете? Убежали на 15-й. Все, скрылись. То, что в доме находится гостиница, нигде не указано. Зато по этим кадрам понятно, клиентов здесь хоть отбавляй. И, судя по чемоданам, много приезжих. Гостям предлагают оставлять ключи прямо в почтовом ящике, видимо, для удобства. Уже на выходе мы с оператором увидели машину с рекламой и решили вновь попытать удачу. А сколько у вас квартир в этом доме? Интервью не даю. А вы вообще, ну, как, у вас какая-то организация, как вы квартиры послушаете? Я интервью не даю. Гостиничные услуги могут оказываться только в нежилых помещениях. Соответственно, эти помещения должны быть расположены на первом этаже, либо на ином этаже. Но подразумевается тот факт, что под этими помещениями находятся нежилые помещения. Скажем, это второй этаж, а на первом этаже магазин. Кроме того, по закону, вход в апартаменты должен быть отдельный, но никак не через жилые помещения. Но в доме на Строителе 18 о законах не слышали ни о тишине, ни о гостиничном бизнесе. К слову, последний ужесточили еще в октябре 2019 года. Кроме того, на свой страх и риск предприниматели даже создали сайт, где разрекламировали свои апартаменты. Рынок переполнен тысячами данных хостелов. И то есть на все варианты проявления незаконной деятельности реагировать просто не успевают. Поэтому здесь, в данном случае, чем больше жалоб, тем больше реакции. То есть конкретно не ждать, пока соответствующий орган обнаружит эту деятельность, а показать, что она существует. Тут просто полку дома сдают посуточно. У нас вот кто-то выпал из окна недавно на смерть мужик, по-моему, тоже со съемной хаты. Потом там какая-то проститутка прыгала ее, типа малолетняя, на самом деле проститутка. Ну и что-то там типа не хотела или там, или что там. Этот скандальный случай произошел в апреле прошлого года. Девушка, занимающаяся проституцией, пыталась спастись от последствий неудачного заказа. Несколько дней гражданку насильно удерживали ее клиенты. Однако даже после этого, судя по всему, дом на контроль так и не взяли. Иди ко мне, киска! Это волшебство такое. Заезжие устраивают оргии, которые и днем, и ночью приходится слушать соседям. Это, наверное, все логические уже какие-то потребности человека, да, которые, ну, морально, это уже воспитание, наверное, идет, да, что если соседи жалуются, то надо как-то себя, наверное, ограничить. Ну, этикет. По словам юриста, в список нарушений собственников дома, которые используют свои владения не по прямому назначению, грозит привлечением, как минимум, к административной ответственности. Ниты, сажая, неуправляющие такие квартиры привлечь не могут. Только это решается вопрос опять с жалобами в местную администрацию, в районную администрацию. А там уже будут рассматривать вопрос, имеет ли право тот собственник сдавать данное помещение, потому что сейчас к этому законодатель уже более жестко подходит, да, там особые условия, когда по сдаче такой квартиры, что это такое, либо это квартира, либо на каких условиях она используется. Здесь важен уже аспект систематичности вот таких вот действий и соответствия помещению нормам. То есть, если человек просто сдает по найму, по факту занимаясь гостиничной деятельностью, но, как говорится, в неустановленном законном порядке, здесь важно доказать вот этот факт. Если будет этот факт установлен и доказан, здесь уже Роспотребнадзор примет меры и привлечет к ответственности за нецелевое использование жилого помещения. Чтобы выяснить, на каком основании часть жилого дома переделали в гостиницу, мы направили запрос в Роспотребнадзор. Наша редакция продолжит следить за судьбой дома с предприимчивыми собственниками. София Яценко, Вадим Быстревский, Алексей Фризин. День с толком. В соцсетях распространились фото туннеля с аркой до военного периода, которую раскопали на площади Сахарова. Еще в далеком 1915 году на высоких холмах построили два водонапорных бака. На уровне их ДНАС орудили технологический туннель для доступа к оборудованию. Сейчас до него дошли строители. Они демонтируют резервуары и технические сооружения. Туннель был возведен из красного кирпича, что характерно для того времени. Это видно и по дореволюционной укладке. Вряд ли эта постройка представляла историческую ценность, но историческим символом определенно была. Что еще важно отметить, по словам историка Данила Дегтярева, это был единственный общедоступный туннель в Барнауле. Ведь много говорилось о том, что где-то под Барнаулом есть старинные тоннели. Так вот, это где-то было здесь, на этом месте. И этот старинный тоннель, в общем-то, был даже не закрыт до момента сноса вот этих самых баков. В него можно было попасть, к сожалению. Он был в основном завален мусором, отходами жизнедеятельности. Вот уже неделю православные верующие придерживаются особого образа жизни, сопряженного с рядом ограничений, в частности в режиме питания. Таков канон Великого Поста, который продлится до 23 апреля. В этот период, напоминают священнослужители, важно очиститься не только физически, но и духовно. Молиться, посещать храмы и созерцать. Великий Пост, совпавший с непростым временем, это не повод унывать, а скорее наоборот искать себя, считают священнослужители. Человек в этот момент должен заглянуть в себя, понять, кто он на самом деле. По факту-то мы в церковь приходим и так для этого, но как раз время любого Поста, тем более великого, это более детальное созерцание самим собой. И вот если человек этим занят, то попутно ему в помощь как раз и еда. Потому что, как практика показывает, духовная, нужно себя в чем-то в хорошем смысле ущемлять. Есть такая замечательная цитата апостола Павла «Все мне можно, но не все полезно». И в чем суть этой цитаты? То есть человек начинает меньше ходить или вообще перестает ходить в какие-то развлекательные заведения, смотреть увеселительные какие-то фильмы, сериалы. Уж не касаемо тем более новостей, которые тревожат человека. И он когда на себя начинает внимание обращать не на других, а на себя, он начинает ответы получать. Почему то или иное в жизни у него не так? Вот это очень важно. Они крадут время у себя и посвящают его чужим детям, воспитывая чемпионов по армейскому рукопашному бою. Два молодых спецназовца в Рубцовске бесплатно тренируют ребят в свое свободное время. С ними познакомилась Валентина Аскерова. Раз, два, три, подножки, 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 подножки. Предельная концентрация, физическая подготовка и безграничная сила воли. Мастерство рукопашного боя рубцовских детей обучают два тренера. Бойцы спецназа «Легион» – 26-летний Евгений Аверин и 30-летний Вячеслав Нестеров. Причем обучают детей безвозмездно. После работы еду сразу в зал и до вечера, до позднего вечера провожу в зале время. В одни дни сам тренируюсь, в другие дни тренирую детей. Получается, все недели у меня каждый вечер в зале. Не хочется просто погулять? Иногда хочется. Ученики, в свою очередь, благодарны, впитывают знания как губка и становятся чемпионами уже в 17 лет. Как, например, Руслан Зыков. Он молодой тренер все-таки. И сам, бывает, выступает на соревнованиях. То есть, есть такой коннект, знаете, между двумя молодыми бойцами. И вот, я понял, что это тот человек, который поможет мне достичь успеха в спорте. Теперь, конечно, смотришь. Покорять спортивный Олимп помогает и Вячеслав Нестеров, мастер спорта по армейскому рукопашному бою. Он тренирует малышей от пяти до семи лет. А можно сказать, что вы здесь отдыхаете, а не работаете? Ну, не то, что отдыхаем, а как бы отвлекаюсь, так скажем, от повседневной работы отвлекаешься. Ну, приятное с полезным совмещаешься. Слава, он мастер спорта по армейскому рукопашному бою. Тебе хочется так же? Да. Почему? Лезть. Ну, когда нападаешь, чтобы не бояться. Кстати, мастера рукопашного боя тренируются и сами. Совершенствуют навыки на ринге. Ну, и, конечно же, куда без меткой стрельбы. Огневая подготовка у бойцов в обязательном порядке почти каждую неделю. Ну, а после работы в семь вечера три раза в неделю приезжают в зал к своим любимым ученикам. Готовить их к спортивным вершинам. Впереди, к слову, первенство России по армейскому рукопашному бою, где выступят ученики сильнейших мастеров. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. И еще одна новость. Паралимпийским играм в России быть. Они пройдут в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта. Об этом заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что в регионе есть вся необходимая инфраструктура, спортобъекты расположены недалеко друг от друга. От Алтайского края в Паралимпиаде может принять участие горнолыжница Таисия Фарьяш. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok